Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Почему биткоин так сильно упал сегодня? Но кроме него упали и другие рынки, например, фондовый, S&P 500, посмотри, упал на 300 пунктов. Почему же? Есть три главные причины, которые мы сейчас с тобой обсудим. Но сначала я хочу сказать, что мы вместе с автором проекта Криптон, кто-то знает его как EnjoyMalloy, проводим конкурс. Более подробно я написал об этом в Телеграме, ссылку на этот пост оставлю в описании. Там же можно прочитать условия, посмотреть призы и сроки. Если что, криптопортфель, это значит, что ты получаешь готовый портфель с криптовалютами, которые там уже лежат, их не нужно покупать. Конкурс заканчивается 28 ноября включительно, поэтому участвуй по ссылке в описании. Итак, если ты все это время жил в Матрице или уже в Метавселенной, добро пожаловать в наш мир, 2021 год. У нас здесь есть такая штука интересная, называется ковид, может быть слышал. И люди сегодня оказались напуганы, ведь был обнаружен некий новый штамм этого ковида. Люди думают, что он будет еще более заразным, еще более опасным и даже более смертельным. Я не хочу никак в это вникать, никак это комментировать. Я вообще не про науку и не про вирусы, а только про криптовалюты и только цифровые активы и то, что на них влияет. Вот что меня интересует. Эта новость, безусловно, повлияла, как бы мы к ней не относились. Европейские официальные лица в который раз сильно обеспокоены очередным новым штаммом известной болезни. Верим мы в это или нет, неважно. Реальность в том, что влияние на рынки этим событием очень реальное. И мы его видим в том числе и на графике биткоина. Практически повторение марта 2020. Комиссар Евросоюза по вопросам финансовой стабильности уже говорит об опасности для экономик европейских стран. Для наших экономик, говорит она, возникнут дополнительные ограничения в случае эскалации, чего, как мы надеемся, все-таки не будет. Я не слишком вникал в детали, но подытоживая, экономики боятся новых потрясений, связанных с этим событием. А рынки реагируют падениями на саму возможность этих потрясений. А мне кажется, что это падение, спровоцированное практически теми же причинами, что и мартовское падение в 2020 является хорошей возможностью купить биткоин. Тогда этот крах биткоина оказался астрономически гигантским. Но посмотри на более глобальную картину. Чем выглядит это падение в марте, которое тогда всех напугало? На фоне вот этого роста это падение практически не видно. Вторая причина падения биткоина сегодня – это срок действия биткоин-опционов, который истекает как раз-таки в черную пятницу сегодня. Это более 70 тысяч контрактов на сумму 3 миллиарда долларов. Что это значит? Это значит, что держатели опционов на продажу будут продавать, чтобы получить прибыль. Конечно же, медведям нужно было снизить цену, чтобы получить эту прибыль. В противном случае они бы потеряли огромные деньги. Что ж, они это и сделали. Опустили цену биткоина, просто чтобы заработать. К сожалению, есть еще и третья причина падения биткоина сегодня. И почему к сожалению? Потому что первые две причины, что новый штамм, что опционы, имеют краткосрочное влияние на цену биткоина. Я не очень обеспокоен ими, они не будут влиять на поведение биткоина и дальше. Но вот третья причина. Третья причина имеет долгосрочный характер. Goldman Sachs публикует отчет, в котором прогнозирует, что ФРС США планирует ускорить сворачивание программы количественного смягчения, покупок акций и бондов с января 2022. Также в Goldman Sachs ожидают, что ФРС начнет повышать процентные ставки с июня 2022. И сделает это трижды за 2022. Короче говоря, деньги для заимствования станут дороже, а ФРС станет меньше выливать в фондовый рынок. По словам экономистов Goldman, ФРС удвоит темпы сокращения покупок активов для повышения их ликвидности. Простыми словами, ФРС говорит рынку, мы вам не рука помощи. Мы не можем просто продолжать печатать деньги для вас, да еще и такие дешевые, как вы это любите. Меньше денег, а те, что будут, будут по более высоким ставкам, то есть обойдутся занимателям дороже. На самом деле, в какой-то момент это нужно было сделать, нельзя бесконечно печатать деньги и раздавать их под процентные ставки около нуля, это плохо закончится. Поэтому прекращать эту историю лучше раньше, чем позже. Также Goldman Sachs говорит, что программа покупки активов центральным банком закончится в марте 2022. Кстати, это очень интересно, ведь еще в марте 2020 некоторые умные люди говорили во время того ковидного краха на всех рынках о том, что криптовалюта переживет буллран, и пик этого буллрана возможно будет либо в первом квартале 2022, либо во втором квартале того же года. И тут мы получаем отчет от Goldman Sachs о том, что в первом квартале 2022 ФРС прекращает программу накачивания рынков дешевыми деньгами, а со второго квартала начинает повышать процентные ставки. Удивительные совпадения, не так ли? И напоследок для биткоина я хочу показать тебе вот этот твит от Digital Asset News, в котором указана цена биткоина на каждый день благодарения в Соединенных Штатах. И мы видим, что только лишь в 2015 году единственный раз биткоин был дешевле, чем на прошлый день благодарения в 2014. Общая же динамика, как мы видим, только на рост. И закончить я хочу криптовалютой, которую мы покупали за 27 долларов. Почему я хочу о ней поговорить? Потому что весь рынок падает, даже игровые монеты. Но Vulcan Forged остался как минимум лидером роста среди игровых криптовалют. Сегодня он достигал исторического пика в 41 доллар. Практически 41 доллар. Уже немножко откатился. Я до сих пор думаю, что эта криптовалюта недооценена. Ее рыночная капитализация всего лишь 600 миллионов долларов. Кроме этого, если пойти по причинам, я назову как минимум 5 причин, почему она недооценена. Во-первых, только 50 миллионов монет максимального предложения. При этом есть сжигание этих монет, которое делает Vulcan Forged дефляционным. Вторая причина – это игра метавселенной. Третья причина – это игра позволяет зарабатывать. Четвертая причина – стейкинг токена Vulcan Forged, который позволяет зарабатывать лаву. В игре позволяет ежемесячно получать зарплату. Кроме этого, у Vulcan Forged присутствуют программы ликвидности, NFT-фарминг и так далее. Ну и, наконец-таки, фиатная валюта обесценивается, что, конечно же, отражается на цифровых активах в лучшую сторону. Поэтому, думаю, что для Vulcan это достижение еще не конец. Поживем – увидим. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok